Привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайфи. Меня зовут Максим, а это Татьяна. Добро пожаловать в 14-й день нашего эксперимента «100 дней 10 целей». Напоминаю вам про розыгрыш в конце нашего эксперимента, что мы разыграем денежные призы. Поэтому не забудь подписаться на канал, поставить лайк. И сегодня будет очень классный контент. Как вы помните, Таня получила карту Сталого Побыту. И с этой картой можно оформить на ребенка государство Польша, выдает 1000 злотых. 500 плюс это каждый месяц, плюс 500 в эту пятницу утвердило уже правительство Польши, что будут выделяться деньги на отдых ребенка 500 злотых. Поэтому идемте с вами сейчас посмотрим, как это все происходит и дадут ли нам этих 500 плюс или не дадут. А также сегодня мы посмотрим с вами еще дом, сможем ли мы его снять и какой он будет, хороший, нехороший. И также сегодня будет польский, и также сегодня будет информация по поводу агентства. Я надеюсь, что я прямо сниму то агентство, которое мы открываем. Поэтому погнали с вами в Ужонт. Для Ужонта нужны маски, перчатки. Телекомплект. Мы взяли пока только свои паспорта и карты побыта. Сейчас посмотрим, вроде там нужны еще какие-то документы, надо будет или не надо. Но если нам здесь не оформят, мы тогда попробуем это сделать через интернет. Пока погнали в Ужонт. До конца пишутся через интернет, а как в писеме, то от 1 сентября. Ага. Писание в 1 сентября, а так. День добрый. А как через интернет, то будет от 5 сентября. А через интернет, то может быть от 5 сентября. 300 плюс? 500 плюс. Не, 500 плюс складываем в прошлом году, в маше. День добрый. День добрый. День добрый. День добрый. А можем мы карту сискановать, если дети имеют карту? Не, конечно, потому что на разе никто пан сксирует. Ага. Ага. Не, не могу. Не, не могу. Не, не могу. Ага, не могу. А, где ты можешь? Да. А, хорошо. А, хорошо. Так, все, подали внисок. Выдали нам такую вещь. И... А получается еще требуется на свидетельство про народжение тумачения? Прессион глава. Так, как подавали на карту. И чтобы записали на нас коллегу L, донесли и все. Ему же все подали. И теперь, когда и что будет? Ни хто ничего не каже, когда будет. Жди к децизию, что надо. Все. Вот все написано. Ни хто мне ничего не каже далеко. Внисок сложили, придет децизия и после децизии будем получать 500 плюс. Это до 18 лет. Пока ребенку не исполнится 18 лет, каждый месяц государство Польша выплачивает на каждого ребенка 500 злотых. Для... Еще плюс 500, то что я вам говорил, на отдых, который полагается ребенку, это надо оформлять в ЗУСе, а не здесь. И есть еще тут такое, как 300 плюс можно получить, но это только если ребенок ходит в школу. Наш в школу еще не ходит, поэтому нам эти деньги не полагаются. Поэтому пока ждем, надо донести свидетельство о рождении ребенка и ждать децизию. Потом вам расскажу, как это происходит. Смотрите, какая у нас погодка началась шикарная. Все, ничего не видно. Жесть. Не знаю, как оно должно сегодня сейчас быть все по планам. Сейчас приедем домой, там будем решать, посмотрим, что будет с погодой. Так, приехали домой, погодка немножечко вроде как налаживает, но дождь еще ляпает. Сейчас надо свидетельство о рождении ребенка, нужен присяжный перевод для того, чтобы мы получали вот этих 500 плюс, потом довезти. И плюс Таня уезжает в Украину. Нужно сделать доверенность от меня на нее. Для этого сейчас отфоткаю все данные паспорта. Отправлю девочке, она сделает перевод, ну это доверенность на вывоз ребенка. Поляки то ничего не спрашивают, а украинские пограничники, как я понимаю, что даже с картой сталого пубыта могут ребенка не выпустить, если я не дам на это добро. Так, Таня собиралась лететь 28 числа в Украину, а сейчас начали проверять, нету билета, уже все поразбирали или что. И может полететь только 31-го, будет улетать в Украину. А билеты немножко дороже, чем я ожидал, и боюсь, что до завтра разберут. Поэтому погнали сейчас закинем денежку на карту. Потому что мне запешка только завтра придется убирать с Глобом. Закинем деньги на карту и купим с вами билеты. Покажу вам программу, как искать дешевые билеты. Так, пришли в банкомат, в платомат. Кто живет в Польше, для них это обычное дело. А кто меня смотрит с других стран, то вот так оно выглядит. И тут мы пишем вплата. На польский не. И теперь нужен код блик. Мы заходим в приложуху. И нажимаем блик 4.3.1. 2.8.8. Код областный. Так. Не тут понятно. Сумма 1200. Акцептуй. Все. Деньги на счету. Все? Да. Так. Заехали забрать ребенка, а он с утра чуть-чуть подкашливал. И я так понимаю, что уже в садике говорят, чтоб таким не приводили. Деньги на карту закинули. Сейчас с вами купим билеты в Украину. Потому что по 200 чем-то злотых получается на человека. Дороговато были по 130, даже по 99 были. Ну ладно, такое мелочи. А потом мы на польский. Сегодня с вами сезем еще на польский. И домик надо посмотреть. Сан, ты говоришь, ему голова болит. Да. Эй. Ты кашлял в садочку? Сильно-сильно? Ну залазь. А у тебя что-то болит? Ничего не болит? Да. А что это ты сделал? Это кораблик. Кораблик. Классный. Добрый. Седай. Так, все. Поедем. Посмотрим домик. Как раз все успеваю. И дом на 6 часов получается построить. И на 7 у меня польский начинается. Ехать нам 15 километров отсюда. Это где-то по идее 10 километров поздно. Да? Это 10 километров. Погнали. В общем, посмотрели домик. Просто шикарнейший. С минусов то, что... Ну там весь второй этаж наш. 110 квадратов. Большая терраса. Я спросил у хозяина то, что могу ли я... Снимать? Снимать. Она говорит, нет, не надо. То, что... Ну, типа сделал уже фотографии, выставил их в интернет. Я вам, кстати, может быть покажу фотографии. Вот, 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 вот. Фотографии вообще небо и земля. Вот сюда приклею. Да, причем реально лучше, чем на фотографиях. То, что есть. Просто 10. Мебель шикарная. Кожа, рожа. Все как надо. Минусы то, что они живут, грубо говоря, по соседству. У нас тут свой вход. У нас свой гараж вроде как заезд под гараж. У нас с другой стороны вход. У нас своя терраса, есть место для гриля. Но они живут рядом. И я так думаю, что они нам не сдадут, потому что они видят то, что будет следующий маленький ребенок. И если они будут рядом, они будут понимать, что это может быть плач и так дальше. Но, у этого чувака есть еще 6 домов, в которых сейчас делается ремонт. Которые он готов сдать без оплаты. Что, ну, за первых несколько месяцев он купит все материалы. А мы просто сделаем ремонт, грубо говоря, за эти деньги сами себе, как там есть. И договорились, номерами обменялись. Он, кстати, запропонировал такой вариант, что там есть великий дом на 3 части. Гигантский дом. Что он нам все поместит. Что мы за ним не нашли кого с кем жить, если мы имеем родину. То есть офигеть, как круто. В шоке. В общем, контакт очень хороший. Он пригодится. И особенно даже потом для агентства недвижимости с этим человечком нужно дружить. А пока что у нас там по времени уже 18.11. Надо ехать на Польский. Сейчас домой закидываю и погнали поедем с вами на Польский. И закончился Польский. Я уже ходил к этой девочке. Когда-то было там 3 занятия. То сравнительно с тем, что и сейчас она прямо говорит, что уровень, уровень. Поэтому с тем поликом, с которым я занимался, таки что-то дало. Но договорились с ней про Польский. Так что цель должны закрыть. Разговаривать должны хорошо. И уже конец дня. Пойдем с вами. Я уже 3 дня. Вчера в воскресенье было. А в субботу отдыхали. Получается за 3 дня не покупал доллары. Надо сейчас купить доллары. И потом пойду это все монтировать. Ну а тебе спасибо, что дострел до конца. Пока. Завтра будет следующий день. Завтра будет прям очень много интересного. Поэтому подписывайся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok